Братья и сестры, я хотел бы прежде всего поблагодарить всех, кто принимал сегодня участие в нашем служении. Прекрасное пение, прекрасное стихотворение, слово, благодарность хору за прекрасное участие. Вы знаете, братья и сестры, мы ощущаем всем нашим сердцем присутствие в этом зале, находясь в наших семьях, читая Писание, что мы приближаемся к великому и славному празднику, празднику Пасхи, празднику Воскресения нашего Господа Иисуса Христа. И это событие мы будем отмечать в следующее воскресенье. Но знаете, великий и славный праздник Воскресения нашего Господа Иисуса Христа, он включает в себя несколько очень важных событий, одно из которых мы сегодня отмечаем. Это вход, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Событие с глубоким смыслом. Событие, которое имеет в себе и включает в себя очень много важных моментов, событие, очень значущее, яркое, я бы даже сказал, эмоциональное событие, исполнение пророчества Ветхого Завета, в центре которого, безусловно, находится Личность Иисуса Христа. Вы знаете, чаще всего, когда мы отмечаем этот праздник, вход Христа в Иерусалим, мы используем тексты Писания, которые оставлены евангелистами, четыре евангелиста говорят об этом. И я думаю, что за многие годы служения в нашей Церкви мы неоднократно рассматривали различные детали этого события. Например, обстановка того времени, в котором проходил этот праздник, это событие, реакция народа, действия и поступки учеников. И, безусловно, конечно, мы обращаем внимание на действия Иисуса Христа, на Его реакцию, на вот это торжество, которое сопровождалось Его входом в Иерусалим. Но, вы знаете, мое желание сегодня – немного изменить подход и понимание к этому событию. Мое желание сегодня – рассмотреть это событие намного шире его исторического значения и рассмотреть в контексте одной большой темы, которая называется «Грядущее Царство Христа». Еще раз хочу обратить внимание, мое желание сегодня рассмотреть это событие как часть великой темы, которая представлена на страницах Священного Писания, которая называется «Грядущее Царство Христа». Я напомню, кто был в прошлое воскресенье, мы говорили о том, что в эти дни, в эти три основных служения – сегодня, в четверг и в следующее воскресенье – мы хотим, чтобы у нас была одна общая тема, и в центре этой темы – «Христос Царь». «Христос Царь», так как представляет Священное Писание. И сегодня мы будем говорить о Христе как об отверженном Царе. В четверг, когда мы придем и называем это «Страстной четверг», когда будем вспоминать страдания нашего Господа, мы будем говорить о Царе Распятом. И в воскресенье, в следующее воскресенье мы придем, и мы будем говорить, поздравлять друг друга, и будем говорить о величии воскресшего Царя. Это будет первая проповедь, и вторая проповедь тема будет «Грядущее Царство». «Воскресший Царь и его грядущее Царство». Тема моей проповеди сегодня называется так – «Христос, отверженный Царь». Если можно, брать, откройте, пожалуйста, презентацию проповеди. Я хотел бы прочитать текст Священного Писания. Первый текст, он будет как бы основополагающий текст, к которому мы вернемся чуть позже. Итак, первое послание Петра, вторая глава, два стиха. «Ибо сказано в Писании, я полагаю, в Сионе краеугольный камень, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна». К этому тексту мы вернемся чуть позже, братья и сестры. Я хочу сказать, что в моей проповеди будет три пункта, три главных мысли, которые я хочу сегодня поделиться с Церковью. Первое – Христос, Царство Божие – это Божий замысел для всего человечества. Царство Божие – это замысел для всего человечества. Второй пункт в моей проповеди будет роль израильского народа в Божьем Царстве. И третья мысль – Христос, отверженный Царь. Итак, первая мысль, которую я хотел бы с вами поделиться – это Царство Божие – это Божий замысел для всего человечества. Первый – обратите внимание на первый текст Писания, на который мы будем с вами тоже рассуждать. Взят из Псалма 144, 13 стих, где Давид, псалмопевец, обращается к Богу и говорит, «Царство Твое – Царство всех веков, владычество Твое во все роды». Вы знаете, когда мы говорим о слове «царство» в таком широком смысле, мы подразумеваем, что под словом «царство» подразумевается определенные территории, границы, которые принадлежат тому или иному царству, во главе, в которой находится одна личность, которую называют «царь». Безусловно, сегодня в современной истории мира, в современном лексиокеоне, мы не используем это слово «царство Америки» или «царство какой-то другой страны». Мы говорим «государство», и мы говорим «те люди, которые стоят во главе», мы говорим «президент той или иной страны». Но в древней истории, и как это было в Ветхом Завете, это называлось «царство Израиля», «царство других стран». И, безусловно, там находились люди, которые избирали люди, либо которые сами себя вставляли разными путями, не всегда правильными и благородными, и называли себя царями. Это что касается общего понимания слова «царство» для общего нашего понимания. Но когда мы слышим слово «царство Божье» или «царство Небесное», то у многих людей есть много вопросов, согласитесь, связанных с этой темой. Что подразумевается под словом «царство Божье» или «царство Небесное»? Где граница этого царства? Наступило ли это уже царство? Либо мы на пути к этому царству? И как это сегодня выглядит, наша современная жизнь? Мы ожидаем царства Божьего или оно уже пришло? Или где-то мы находимся в процессе этого восстановления или созидания домостроительства царства Божьего? Вы знаете, вот этот псалом, который 144-13, я думаю, он по сути отвечает на многие вопросы, связанные с царством Божьим. Знаете, Дух Святой, Он как бы открыл завесу над всеми этими вопросами, над всеми событиями в прошлом, настоящем и будущем. Все события, которые еще будут происходить на этой земле, вот этот псалом, он отвечает, я думаю, в полной мере. И говорит о том, что Божий замысел при сотворении Вселенной, при сотворении человека и при сотворении всех событий, которые происходили, происходят и будут происходить на этой земле, это сотворение Божьего Царства. Братья и сестры, хочу обратить внимание, мы находимся в процессе, еще не завершенном, но границы, власть, влияние уже определены давным-давно в этом Царстве, во главе которого находится одна Личность. И об этой Личности мы слышали сегодня в Первой проповеди, брат говорил, Христос, Царь Царей, Господь Господствующий, так как Он представлен в книге Откровения в 19 главе. Автор этого псалма, царь Давид, обращается к Богу и говорит, «Царство Твое – это царство всех, обратите внимание, веков, по времени, в другом переводе это звучит так, царство Твое от вечности и на всю вечность». Во Вселенной не было мгновения от начала ее существования, когда Господь сотворил, когда Бог на время как-то утратил бы свое царство или передал бы ее, простите, в аренду кому-то, или где-то отстранился бы от своего царства, от влияния и контроля. Братья и сестры, никогда такого не было. От первого мгновения все, что сотворено Богом, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для Него сотворено. И все это называется Божьим Царством. Именно так рассматривает Бог устройство этого мира. Сколько бы ни происходило, братья и сестры, на этой земле событий, которые мы являемся свидетелями, и все это входит в процесс созидания Божьего Царства. Но, братья и сестры, обратите внимание, как Давид говорит, «Царство Твое», «Царство всех веков», ни с какого-то времени начинается, а это было не в Твоем контроле или где-то что-то утрачено, но всех веков, на весь период истории, и обратите внимание, Господство и влияние, владычество Твое во все роды, владычество Господа. История человечества, начиная от сотворения, включая грехопадение человечества, это не история каких-то хаотичных или каких-то случайных процессов, которые происходят просто на этой земле, братья и сестры, где происходят революции, войны, катастрофы, бедствия, какие-то потрясения, абсолютно нет. Все находится под абсолютным контролем единого владыки и Бога. Братья и сестры, это история, это одна история, которую можно разделить на несколько периодов. Это история творения, это история грехопадения, это история избрания народа израильского, это история языческих народов или царств, это история в приход в мир Спасителя, это история искупления, это история церкви. И будет время, когда эта история, которую управляет Господь, закончится абсолютным, всевластным господством и провозглашения во всей вселенной в каждом уголочке земли царством Божьим под управлением Господа Иисуса Христа. Но будем помнить, что в каждом периоде этой истории, это очень важно, Бог продолжает созидать свое Божье царство. Он лично участвует и направляет все процессы и события этого мира под своим личным контролем до его полного завершения. Придет время. Братья и сестры, большая часть планов Божьих по созиданию, я использую это слово, созидание или домостроительство во вселенной Царства Божьей, вот большая часть событий, она практически подошла к своему завершению. И, наверное, нужно сказать, что мы находимся, являемся свидетелями, наверное, уже вот этих, может быть, кульминационных, завершающих каких-то чрезвычайно важных событий во всей истории. И, возможно, мы станем даже свидетелями этих эсхатологических, как говорит Писание, событий последнего времени, когда Бог завершит созидание Божьего Царства. Подтверждение размышления от первого пункта о том, что Царство Божие – это Божий замесел для всего человечества, я бы хотел обратить внимание о том, что Бог в этом процессе, Он наделяет людей определенными правами, Он избирает людей, Он избирает определенные территории на этой земле в Своем же Царстве для того, чтобы они выполняли определенную роль, определенную функцию и определенные Божьи цели, которые Он поставляет для того, чтобы привести в порядок. Вы знаете, я бы хотел привести очень краткий пример об одной личности. Это очень яркая личность, библейская личность, личность, которая оставлена в Священном Писании, записана в книге Даниила, этот текст перед нами. Как вы уже догадались, была личность, царство которого, земное царство, оно простиралось, я не знаю, на территории, если говорить по масштабам земли, чрезвычайно его были владения, царь Набухудоносор. Помните, ему снился сон. Это был уже второй сон. Сон, который он увидел дерево. И дерево достигало громадных размеров. И он говорит, что ветви касались неба, высота его касалась неба, а ветви простирались до концов, до краев земли. То есть в этом сне он показывает территории, границы вот этого царства, где находился этот человек. И он не мог понять смысл и значение. И когда Даниил приходит к нему и объясняет смысл и значение это сна, он говорит, это дерево, а царь, это ты. И дает очень важное предупреждение и урок этому человеку. И говорит в завершении этого, как это будет происходить, что срубят это дерево, но останется корень, который будет содержаться в узах медных и железных. Оставят это. Но вы знаете, царь не принял этот урок. Царь не принял этот урок. Не извлек для себя большой пользы. И вот интересно, что когда пришло время, и он прошел вот этим трудным путем, когда Господь его забрал это царство, когда он находился в этих, потерял вид человека, потерял рассудок. И вот интересно, смотрите, это очень важно. Мы говорим о царстве Божьем как замысел для всего человека. И этот человек говорит следующие слова. Книга Даниила, 4 глава, 14 стих, он говорит следующие слова. «По велениям бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми». Обратите внимание, эти тексты «Всевышний владычествует над царством человеческим, дает ему кому он хочет и поставляет над ним уничиженного между людьми». Он снова потом говорит «По окончании же дней тех, на пахта носор, я поднял глаза мои к небу, разум мой возвратился ко мне, я благословил Всевышнего, восхвалил и прославил вечного, которого владычество, обратите внимание, вечное царство, которого в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. Нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал». Братья и сестры, это свидетельство человека, который имел в свое время практически неограниченную власть на своей территории, на этой земле, на котором Бог преподал очень сильный урок. Этот текст в Священном Писании указывает, что Бог продолжает созидать свое Божье царство, используя людей мира всего. Итак, в Божьем замысле созидания Божьего Вселенского царства есть участие. Есть участие людей, которых Бог избирает для своей цели. Вторая мысль, которую я хотел бы сегодня оставить, это «Христос, отверженный царь». Это общая наша тема сегодняшнего собрания. И вторая мысль – это роль израильского народа в Божьем царстве. Роль израильского народа в Божьем царстве. В созидании Вселенского, вот этого Божьего царства, Бог предусмотрел роль одному народу, небольшому народу, ничего не значащему. Бог избирает в лице Авраама, как мы сегодня уже слышали, избирает Авраама, этого человека, который поверил Богу. И когда мы смотрим вообще на развитие этого народа, здесь много-много вопросов. Этот народ имеет свою тысячелетнюю историю. Народ, который прошел большие трудности, переживания, скорби. Народ, который еще ожидает определенные события, завершения, прославления этого народа, и который будет действительно большим благословением для всего человечества. И когда мы говорим о отношении Бога с этим народом, то, безусловно, как уже было сказано, это Авраам. И там есть два очень важных момента, которые как бы строятся основанием этих отношений. Прежде всего, Бог заключает с Авраамом завет, заключает завет с Авраамом, обещает его благословить этот народ в лице Авраама и дает повеление ему о том, чтобы он оставил свой народ, свою страну и пошел туда, куда он не знает, в эту обитованную землю, которую Бог предназначил для этого будущего народа. Это очень важно. Избирая народ израильский и обеспечивая им определенной территории земли, обратите внимание, народ находился в рабстве египетском. У них не было своей земли. И Бог обещает их повесить в обитованную землю. И когда мы читаем об этом завете, у нас нет этого текста, я прочитаю его в своей Библии, книга Бытие, 15 глава, с 18 по 21 стих. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав «Потомству Твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки Ефрата». И последующие стихи перечисляются территория десяти народов, которые принадлежали благодаря вот этому завету и обещанию Богу. История Ветхого Завета нам показывает, каким образом это все, каким образом все это происходило, как Бог давал эту землю. Но обратите внимание, братья и сестры, очень важная мысль. С того времени, как Бог заключил завет с народом израильским в лице Авраама, и последующие годы у народа израильского не было царя. Каким образом народ существовал? Были Моисей, были Арон, было открыто для народа поклонение, как правильно поклоняться, было скинье, впоследствии был храм, но народа не было царя. Интересно, была миссия для народа, израильская роль израильского народа в Божьем Царстве была чрезвычайно важна. Они должны быть мессианским народом. Ихняя задача и цель это возвещать окружающим языческим народам и племенам величие святого и праведного Бога. То, что делает сегодня Церковь Иисуса Христа на земле. Провозглашать Божье Царство, Божье Величие, Божью Святость и говорить людям, кто такой святой Бог Израиля. Это очень важно. Обратите внимание, книга Второзакония книга Второзакония дает Моисей такое повеление для народа. Здесь тексты очень чрезвычайно важны. 4 глава, 6 и 8 стих. Он дает повеление о следующей. «Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, которому Боги с маленькой буквы его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда не призовем Его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы? Согласитесь, какая величайшая ответственность и миссия, которая отводилась для израильского народа? Братья и сестры, это действительно было уникальное явление, потому что люди, народы, которые находились и жили в то время, это жили в идолопоклонстве. Это было разложение, это была сплошная духовная тьма, и поэтому народ израильский должен быть этим светильником, этим мессианским народом, быть для окружающих народов. Но вы знаете, проходит определенное время, и сегодня уже этот брат говорил, первый Петр, эту мысль, что-то происходит в народе израильском. Люди подходят к Самуилу последнему из пророков, которые находились в то время, судя был и говорят, ты состарился, сыновья твои не ходят путем, сделай следующее, поставь над нами царя, что было, как у прочих народов. Мы хотим, что было так, как у прочих народов. Эту мысль уже мы слышали. Было огорчение, но Господь сказал, послушай, сделай так, как они просят. Идея, которую народ израильский позаимствовал у чужих народов, оказалась губительной идеей, братья и сестры. Оказалась трагедией для всего народа израильской. С момента избрания первого царя Саула и до последнего царя, израильского царя в израильском царстве Седекии, а в иудейском царе Осии прошло не так много времени. Очень малый период времени. И за этот период, короткий период царствования вот этих царей закончилось трагически. Когда мы читаем четвертую книгу царств, последней главы и последнюю главу второй книги Паралипоминон, очень кратко говорит автор этих слов. Дом Божий разрушен, сожжен огнем, храм разрушен, подавляющее большинство народа израильского уведены в плен Вавилон на 70 лет. И территория, на которой находился израильское царство, храм Иерусалим переходит в полную власть языческого царя. Сначала Новоходоносора, затем других царей. Это действительно трагическое. И возникает вопрос, а какая же роль израильского народа в Божьем царстве, если так все трагически закончилось, какую роль они не выполнили эту роль, братья и сестры. Но нужно быть внимательны, когда мы смотрим на жизнь, на тексты, на историю израильского народа, мы смотрим на всю трагичность этого народа и видим, что Бог, несмотря в этих условиях, продолжает созидать свое вселенское царство, используя, обратите внимание, людей, царей, неверующих людей и даже такой народ, который отвергнет своего царя. В этот период происходит очень важное событие. Братья и сестры, когда мы открываем Ветхий Завет, мы встречаем пророков. В этих ужасных условиях Бог избирает людей, пророков, которые пишут историю будущего. Они пишут в приходе мира Иисуса Христа, они пишут о событиях, которые происходили, происходят и будут еще происходить, они пишут о судьбе Израиля, о судьбе языческих народов. И помните, где апостол Павел, который посвятил всю 11 главу Римлянам 11 главе, он посвятил этому вопросу, чрезвычайно трудному вопросу о судьбе народа израильского, евреев. Он задает такой вопрос и дискуссию, как бы, он говорит так, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал, потому что судьба Израиля, судьба Иерусалима, его окончательное завершение не пришло к своему финалу, к своему торжеству, поэтому это только ожидает. Ожидает то время, когда Царь Господь Иисус Христос, Который воцарится над всей землею, Иерусалим будет столицей мира и большим благословением для всех окружающих народов. Итак, роль израильского народа в Божьем Царстве выполнена отчасти, выполняется сейчас и будет завершена в будущем. Мы переходим к последней мысли Христос отверженный Царь. Я бы хотел вернуться снова к основному тексту Писания, который мы прочитали в начале. 1 Петра 2 глава 6-7 стих. Позвольте еще раз его прочитать. Ибо сказано в Писании 6 стих, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. И так он для вас верующих драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался головой угла, камень притыкания и камень соблазна. Вы знаете, когда апостол Петр писал вот это послание, он писал уже ее для церкви. Он писал ее для церкви, и он использует, братья и сестры, то же самое, говоря о созидании Божьего Царства во всей Вселенной, братья и сестры, он использует очень хорошую, на мой взгляд, терминологию. Он использует строительную терминологию. Он говорит дом о строительстве, потому что, когда Христос проповедовал о Царстве Божьем, Он посвятил этой теме 12 притч о Царстве Божьем. Христос очень много под различными примерами говорил о Царстве Божьем. Помните, Он говорил, что Царство Божье подобно зерну горчичному, помните, настолько оно маленькое, но когда ее посадят, оно растет и растет в большущее дерево, под которым укрываются многие птицы. Братья и сестры, то, о чем мы говорим, замысел Божий для всего человечества еще не завершено. Дерево продолжает расти. Или Он говорил, Царство Божье, подобно, как женщина берет закваску и соединяет это с три меры муки, и потом, что это все пропитано, становится тесто, вот это, да, то есть она закваска, производит свою работу определенную, друзья. Обратите внимание, Петр тоже об этом говорит, он говорит о домостроительстве, и все прекрасно понимали, во все времена, где бы ни строился дом, что всегда, прежде всего, когда будут возводиться стены, строится дом, необходимо заложить фундамент. И в основании этого фундамента, особенно в древности, практиковали, это определенный, краеугольный камень, на котором будет строиться, который будет выдерживать основную нагрузку, на котором будет строиться все основное здание. И поэтому апостол Петр использует эту очень важную терминологию. Обратите внимание, об этом пророк Исаия говорит, только он добавляет даже еще немножко одно слово. Смотрите, как Исаия говорит за 700 лет до этих событий. Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю, в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, и крепко утвержденный. Он дополняет вот это слово, крепко утвержденный, верующий в Него не постыдится. И когда Иисус Христос пришел на эту землю, начал проповедовать, проповедовать прежде всего, братья и сестры, о Царстве Божии. Самая его первая проповедь была обращена к людям. Приблизилось Царство Божие. Что необходимо людям сделать? Покайтесь и веруйте в Евангелие. Все его последующие, перед этим был Иоанн, креститель, который вышел на служение, приблизилось Царство Божие. Покайтесь. Последующие апостолы Иисуса Христа проповедовали о Царстве Божьем. Иисус Христос говорил о том, что Царство Божие внутри есть человека. Христос говорил о том, что Царство Божие, Он говорил о себе, о том, что посреди вас есть, имея в виду себя, находясь среди людей. Я есть это Царство Божие. И когда исполнилось еще одно пророчество пророка Захарии, 9 глава, 9 стихом, где пророк Исаия говорил о дне сегодняшнем, и мы отмечаем, «Ликуй от радости черь Сионова, торжествуй черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице, на молодом ослице, неподъяремной». А также, как описывают эти события евангелисты, описывают это событие, то кажется, что реакция народа должна быть правильной. Ведь они знали Писание, ведь в Ветхом Завете об этом было сказано, пророк Захарий об этом говорил, и реакция народа должна быть правильной. И мы видим, как события развивались. Это же не было просто, знаете, случайно. Было приготовление. Христос посылает учеников, «Пойдите, приведите». Христос приходит, посылают одежды, Христос садится. Народ восклицает, сколько торжества, оса на сыну Давидову. Но когда мы читаем евангелистов, как развивает событие, в какой-то момент, в какой-то момент наступает вот эта пауза. Нету продолжения, нету принятия, нету согласия. Господи, Ты подарил нам царя. Мы принимаем его господство. Мы принимаем его власть. Мы провозглашаемся сегодня его нашим царем. Что мы видим? Мы видим Иисуса Христа. Мы видим за вот этим эмоциональным, временным торжеством людей. Мы слышим его скорбящий голос. Мы видим слезы Иисуса Христа, который обращается к Иерусалиму. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к Тебе. Сколько раз я хотел собрать детей Твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, но Вы не захотели. Братья и сестры, знал ли Господь, что люди не захотят, безусловно, знал. И Он говорит, «Се оставляется, вам дом ваш пуст». Строители отвергли краеугольный камень. Но благодарность Богу, братья и сестры, что это были строители, которые были просто, находились в то время, которые должны были участвовать в послушании Господу в великом домостроительстве. Благодарность Господу за то, что главой у этого строителя является величайший горшечник, великий мастер, о котором мы слышали в прошлом воскресенье вечером, проповедь о том горшечнике, который созидает сосуды, о том великом мастере, братья и сестры, который вовлекает в этот процесс и царей, и царства, и даже тот народ, который Бог избрал для особой цели быть мессианским народом, возвещать святого праведного Бога. И даже отвержение царя в такой чрезвычайно важный момент, братья и сестры, входит в планы Господа Иисуса Христа по созиданию Его царства. Обратите внимание, в этих словах есть пророчества, в этих словах есть обещания, в этих словах есть надежда, и в этих словах Господа в Его слезах есть удивительное обетование для народа израильского и для всех нас. Ибо, сказываю вам, 39 стих, «Не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господне». И возникает вопрос, трудный вопрос, где дискуссия ведется на протяжении уже многих-многих веков. Господи, почему избирая особый народ, доверяя, проводя этим путем непростым, важный для них момент, день, они отвергают царя? Ответ мы находим в Священном Писании про сестры, церковь. Отверженный царь, отверженный оснований камень краеугольный был основанием и чрезвычайно важной причиной, что Бог после воскресения Иисуса Христа открыл двери для миллионов и миллионов язычников, которые наполнят церковь, которые войдут в это царство Божие, которые станут большим благословением, понесут благую весть для всего мира. Братья и сестры, придет время, когда Господь Иисус Христос придет и окончательно завершит до малейшей подробности, до малейшей детали, до малейшего духовного кирпичика свое величайшее царство и насупит следующее. Последнее текст Писания и мы будем молиться. Если можно, братья, закройте презентацию, откройте текст Писания и мы будем молиться. Книга Откровения, обратите внимание, мы говорим о завершении. Книга Откровения, 11 глава, 15 стихе, записаны следующие слова. Книга Откровения, 11 глава, 15 стих. И седьмой ангел вострубил и раздались на небе громкие голоса, говорящие Царство мира соделалось Царством Господа нашего и Христа Его и будет царствовать во веки веков. Братья и сестры, вот окончательная цель Господа. А пока мы на земле, а пока еще двери Царства Божьего, двери благодати открыты. Я хотел бы сегодня обратиться ко всем нашим слушателям, которые находятся в нашем доме молитвы, которые с нами в прямом эфире. Дорогие друзья, если вы не приняли еще Господа в свое сердце как царя царей, как личного спасителя, не признали себя грешником, не осознали себе нужды в нем, своей нужды, не осознали своего погибшего состояния. Друзья, сделайте это. Мы убеждены на основании Писания, что спасение и рождение свыше – это прерогатива Бога. Это Бог действует и возрождает, но это Он делает на отклик человеческого сердца. Как Иисус Христос пришел в этот мир, пришел к Своему народу и дал возможность народу принять его царя, вы не захотели. Поэтому дом пуст на многие-многие годы остается для израильского народа. Дорогие друзья, если Дух Святой касается вашего сердца, если Бог говорит к вашему сердцу, вы грешник, вы не спасенный, вы нуждаетесь в спасителей, сделайте это шаг. Вы можете сделать во время собрания сегодня здесь в церкви, можете после собрания подойти к служителям, можете позвонить, пригласить к себе домой. Пусть Бог вас благословит для того, чтобы Господь Иисус Христос в вашей жизни не был отвергнут, а был принят Царем и Господа. Поможет нам Господь в этом. А я приглашаю церковь преклонить колени, у кого есть возможность, и поблагодарить Бога, и прославить за Царя. Аминь. Аминь.